МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Батыс Қазастан облысы, Қызылорда облысы, асыны қаласы төтеншелар департаменті құтқарушылары және төтеншелар министерлігінің 22237 әскері бөліміні әскері қызметшілері оқиға орында сайыжай үйлердің тұрғындарының бар жауын тек серіп, өзен жағасын бекіту, қапшықтарды және инертті материалда төсеу, су соры жұмыстарын жүргізуде. Адамдар алынала эвакуацияланған болатын. Әуе кембесмен жерлікті жерді әуеден барлау жүргізіліп, сонда яқы ұшы-шу аппарат көтерілді. Жерлікті полиция қызметкелері оқиға орында жұмыс атқаруыда. Ақтөбе облысының және 52-859 әскери бөлімінің түртеншарлар министерлігі, сонда яқы үшкестер министерлігінің құзымжа күштермен құралдары Батыс Қазасын облысына жіберілді. Жә өзенің суденгей мониторинг жалғасуда азаматтарды ұқлақтандыру және телерадио арқылы қабарладыру әр 4 сағат сайын жүргізілуде. Қазасы әріңі қыз бөлімі Қсесеме шәне өзііне үрлің үргізілі үргізілі үрднін құралдары үйінін үйнен құулергі дүүлгізілі үйінсізділі. Жә күшедүлі қарам Сан-ұрып,үмірі қелдік үшін ол түрамді. Сыңызылы оламын бүшінді қаларыс үйменде тұр 있게ділді. города Астаны и военнослужащие в воинской части 28-237 МЧС проводят обход дачных домов на наличие оставшихся жителей. Перегребительная работа укладками шкатаров и инертных материалов от качков воды, мера по эвакуации людей проведена заблаговременно. На воздушном судне произведено обследование местных с воздуха, также был поднят беспилотный летательный аппарат, на месте также работают сотрудники местной полиции. В Западную Казахстанскую область переброшены дополнительные силы средств МЧС из Актюбинской области и воинской части 52-89, а также МВД. Продолжается мониторинг уровня водореки Жаех, проводится обовещение граждан и террорадиоперехват каждые 4 часа. К этому часу по республике вернулись в свои дома 23 085 человек. Отведена вода из 4551 жилых домов, аварийно-спасательная и противопаводковая работа проводится круглосуточно. Спасибо за внимание. Рахмет Аскар Мурзак, и все, с Алина Ханым, ойзунзгеберляда. Рахмет Аскар Мурзак представляет текущую паводку и ситуацию по Западно-Казахстанской области. На большинстве внутренних рек и области пики половодия прошли. По состоянию на 12 часов 21 апреля на реке Жаик на гидрологическом посту город Уральск уровень воды составляет 854 сантиметра, при опасном уровне 850. На 8 утра 21 апреля сброс переклинского водохранилища составил 294 кубических метров в секунду. Еще необходимо учесть, что приток реки Жаик, река Сафара, которая дает 50% стока реки Жаик. По состоянию на 8 утра 21 апреля уровень воды на гидропосту река Сахмара Татарская Каргала составляет 877 сантиметров. Опасный уровень 860. За сутки изменение уровня воды на 9 сантиметров. Критическая отметка на гидрологическом посту реки Урал в городе Уральск составляет 850 сантиметров, при повышении которой наблюдается обратный отток на реку Шаган, что приведет к подтоплению дальнейших массивов города Уральск. Также в зоне риска находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Жаик, Бурлинском, Байтирекском, Теректинском и Акжаинском районах. Также прогноз погоды на неделю по западно-казахстанской области. Днем 23-25 и сутки 26 апреля прогнозируются дожди. Понижение температуры воздуха ночью от 12-17 до 4-9 градусов тепла. В конце недели небольшое повышение до 7-12 градусов со знаком плюс. Спасибо. Рахмет Алина Ханым. Агымдағы сутасқына жағдайы туралы айтқан спикерлерімізге алғы спыльдереміз. Ал бізде азірге осы алдағы ақтат келі еферде кайта жүздөкенші. Спасибо, коллеги. Напомню, вы смотрели брифинг службы центральных коммуникаций. 11 сел западно-казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема воды в реке Урал. В регионе вторые сутки находится министр ОЧС. Он посещает населенные пункты и инспектирует состояние защитных дамб. В целом, с начала паводкового периода на территорию области возвели больше 100 километров земляных дамб. Больше трех тысяч домов и тысячи придворовых территорий остаются потопленными в североказахстанской области. Об этом сообщили в ДЧС региона. С начала паводков в регионе эвакуировано свыше 14 тысяч человек. 800 из них уже вернулись в свои дома. А в пунктах временного размещения остаются больше 900 пострадавших. Еще около 100 семей заселили в общежития университета и колледжа и города. Большая часть эвакуированных остановились у родственников. Паводковая ситуация в области остается стабильно сложной, отметили представители департамента ОЧС. Вода от нас идет в сторону России, поэтому от них угроза никаких нет. Тем не менее, мы все-таки ожидаем убытия воды первой волны и прибытия воды второй волны. Опять же, масштабного мы здесь ничего не ожидаем, но, тем не менее, держим порох сухим. Принимаются все меры по откачке, укреплению дамб, то есть те же работы проводятся. Тем временем в североказахстанской области восстанавливают автодорогу Чисказган-Петропавловск, сообщили специалисты Казавтажо. На участке задействовано 56 единиц техники. Сейчас идет засыпка основания трассы. Напомню, отрезок дороги республиканского значения размыло еще 9 апреля. В Иргийском районе Актюбинской области затоплено село Бельщер. Более 120 человек, жителей и волонтеров, занимавшихся строительством дамбы, эвакуировали на вертолетах. Людей доставили в райцентр, в пункты временного размещения. Сейчас в пунктах эвакуации региона остаются около 9 тысяч человек. Больше трети из них дети. Теперь о событиях в мире. Сильный штурм обрушился на турецкий город Чанкары. Порывы ветра снесли минарет местной мечети. Сооружение рухнуло на проезжую часть улицы. В результате инцидента повреждены здания и машины. К счастью, жертв нет. Пострадала от непогоды и столица Турции, Анкара. Там шторм повалил деревья и разрушил крыши домов. Сильный ливень спровоцировал аварии на дорогах. Ураган прошел и по территории популярного туристов из мира. А в Стамбуле затопило станцию метро. Президент Эквадора ввел в стране общенациональный режим ЧС из-за энергетического кризиса. Указ будет действовать в течение двух месяцев. За это время власти рассчитывают решить проблему дефицита энергии. Отмечу, кризис в Эквадоре возник на фоне серьезной засухи, которая повлияла на производство электроэнергии местными ГЭС. Сообщается, что часть потребителей оставалась без света до 13 часов в сутки. Перейдемся в Казахстан. В осушной части Аральского моря обнаружили источник пресной воды. Специалисты считают, она пригодна для полива местных саксоульников. В районе находки сейчас запустили проект «Оазис». На площади в 500 гектаров высажены кустарники черного саксоула. В целом, работы по озеленению высохшего дна Аральского моря в Казлардинской области начались в 90-х годах. Что сделано за это время, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Рецепт спасения земель от засоления и опустынивания подсказала сама природа. Он в солепоглощающих растениях, таких как саксоул. Первые саженцы на иссушенном дне Аральского моря высадили в начале 90-х. Сейчас это уже трехметровые деревья, вокруг которых снова появилась жизнь. Подножие саксоула для обитателей пустыни – это корм и защита от солнца. Раньше эту часть высохшего Арала местные жители называли мёртвой. Теперь здесь обитают птицы и звери. Территорию облюбовали кулан из заповедника Барсакельмес. Появились сайгаки и зайцы. Пустыня оживает. Чёрный саксоул – Карабарак, Сарсазан. До 2021 года их высадили на территории в 192 тысяч гектаров. Естественный прирост расширил её до 337 тысяч гектаров. А к 2025 году по поручению президента страны планируется озеленить свыше миллиона гектаров высохшего морского дна. Посадка саксоула ведётся в два этапа. Весь посадочный материал готовят местные лесопитомники. С трёх гектаров мы ежегодно получаем до миллиона саженцев саксоула. Специалисты тщательно следят за их качеством. Посадочный материал должен достичь 25-30 сантиметров. Проверяем на отсутствие болезней и вредителей. Соответствие стандартам обеспечит приживаемость саксоула и дальнейший рост. Постановить экосистему поможет и источник пресной воды. Учёные обнаружили его на 500-метровой глубине высохшего морского дна. Скважину пробурили иностранные инвесторы. Они же стали инициаторами проекта «Оазис». Из территории фонда спасения Орала под проект выделили 500 гектаров земли на участке, создан лесопитомник и демонстрационный участок для тестирования высаженного чёрного саксоула. Лесопосадочные работы позволят не только спасти земли от засоления и опустынивания, но и повлиять на оздоровление местной экологии. К слову, в середине прошлого века Орал занимал четвёртое место в мире по своему объёму. В результате экологической катастрофы море утратило 60% водной глади. На месте высохшего дна образовалась пустыня. На казахстанской части она достигла размера в 2 миллиона 800 тысяч гектаров. Сегодня пустыня потихоньку оживает и дарит людям надежду, что через несколько лет превратится в настоящий зелёный лес. Сегодня день образования Службы государственной охраны Казахстана. В 2014 году Служба охраны президента и Республиканская гвардия были объединены и стали называться Службой госохраны страны, которая подчиняется главе государства и относится к силам обеспечения национальной безопасности. В его функции, кроме охраны президента, членов его семьи и обеспечения порядка на охраняемых объектах, входит также в противодействие терроризму и охрана госсимволов. 21 апреля сотрудники СГО отмечают свой профессиональный праздник. В Туркестанской области дефицит кадров в агросфере. Чтобы не сорвать посевную, на полевые работы выходят люди пенсионного возраста. На сегодня крестьянским хозяйствам региона не хватает в основном трактористов-механизаторов. В причинах кадровых проблем в сельхозотрасли разбирался Вячеслав Итлугин. Берий Калишеров почти 20 лет водит комбайн. Сам же и ремонтирует технику. На таких, как он, и держатся крестьянские хозяйства Туркестанской области. Таких специалистов в регионе единицы. Молодежь стремится в город, в селах все меньше специалистов. Да и профессия механизатор теряет престиж. Хотя работа интересная, с техникой, с людьми. Вот только труд работников сельского хозяйства – один из самых низкооплачиваемых в стране. Это подтверждают данные Бюро национальной статистики. Однако, вопреки всем трудностям, в агротехническом колледже Тулебийского района все же сформировали группы из 146 студентов, в том числе механизаторов. Ребят собирали со всех районов области. Сегодня в нашем колледже обучаются 80 студентов по специальности сельскохозяйственный тракторист-машинист. В 2023 мы подготовили 49 специалистов. Их тут же разобрали крестьянские хозяйства. Неудивительно, в регионе официально зарегистрировано больше 70 тысяч агроформирований, и везде требуется персонал. Из-за нехватки кадров простаивает дорогая техника – комбайны за сотни миллионов тенге, причем купленные в кредит. Мы располагаем парком новой техники. Есть даже современные комбайны для сбора хлопка. Мы стараемся работать по максимуму, обеспечивая лучшую урожайность. Площади посевных земель в Туркестанской области сегодня превысили 900 тысяч гектаров. Учитывая масштабы деятельности, главам передовых хозяйств пора задуматься об улучшении условий труда для наемных работников. Тогда и кадровые вопросы не будут стоять так остро. Вячеслав Ветлугин, Джандос Жумабек и Куаны Шабуов. Туркестанская область, 24КЗ. Еще одна точка Казахстана отказалась от алкоголя. В селе Акша в Алматинской области запустили проект «Безалкогольное село». Его инициировали члены Совета ветеранов, полицейские и госслужащие. А местные предприниматели отказались от реализации алкогольной продукции. По данным Министерства внутренних дел, каждое третье преступление в стране совершается под действием алкоголя. Поэтому жители села решили отказаться от пагубной привычки. Такую же практику сейчас внедряют в области ЖТСУ, в Карагандинской и Акцюбинской областях. Цель этого проекта направлена в первую очередь на поддержание общественного порядка, а также на предотвращение правонарушений и преступлений. Все жители села добровольно поддерживают эту инициативу. Это очень правильный шаг. Спиртные напитки несут только вред и угрозу подрастающему поколению. В нашем магазине алкогольной продукции нет. Мы ее не реализуем. Продаем только шубат. Он куда полезнее. И о спорте. Казахстан завоевал еще одну лицензию на участие в Олимпийских играх. Ее принес Владислав Яковлев. Спортсмен выиграл золото в одиночном соревновании на 2000 метров в академической гребле, которую прошел в южнокорейском городе Чунджу. Этот результат и позволил ему квалифицироваться на Олимпиаду, рассказали в пресс-службе Министерства туризма и спорта Казахстана. Таким образом, в копилке у нас теперь 43 олимпийские лицензии. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова